Всем привет! С вами Диана Лао Ши и сегодня у нас второй выпуск, где мы поболтаем о соцсетях и интернет-лексике. Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Какую соцсеть вы предпочитаете? Инстаграм или Фейсбук? Лично я больше люблю сидеть в Инстаграме. Поэтому, когда я знакомлюсь с новым человеком, я хочу оставаться с ним на связи и предлагаю добавить друг друга в Инстаграме. Прежде всего, нужно выяснить, а есть ли вообще человек в этой соцсети? Если человек есть, он ответит вам. И тогда вы уже можете узнать, какой у него ник. А если в вашем нике есть точка или нижнее подчеркивание, то вам понадобятся вот эти слова. Точка. И нижнее подчеркивание. После этого можно уже просто поболтать с человеком о его увлечениях, интересах. Узнать, кого или что он любит фоловить в Инстаграме. Тут нам понадобятся вот такие вопросы. Что ты любишь фоловить? То есть, что ты любишь по хэштегам искать, например. Или, например, кого ты любишь фоловить? Например, я очень люблю фоловить смешные видео про котиков. Поэтому я отвечу так. И еще мне нравится смотреть смешные ролики от Насти Ивлеевой. Поэтому Кстати, а вы смотрели такие видео на YouTube? Типа, что в моем айфоне или какими приложениями я пользуюсь? Я иногда люблю посмотреть такие видео и узнать про какие-то классные приложения, которые можно себе скачать. Предлагаю узнать у нашего собеседника, какие у него приложения есть в телефоне. Какие апп, то есть приложения, есть у тебя в телефоне? Вы можете ответить на этот вопрос вот так. Это означает, у меня в телефоне есть. И дальше вы перечисляете название приложений. Например. Что это за непонятное приложение в конце? Спокойно. Сейчас все объясню. Вы наверняка знаете, что в Китае существует такое понятие, как файрвол. Это такая система, которая фильтрует все, что попадает в китайский интернет. То есть YouTube, Instagram, Facebook, Twitter и прочие привычные для нас приложения в Китае заблокированы. Конечно, вы можете воспользоваться VPN, но китайцы пошли другим путем. Они решили придумать свои соцсети, свои мессенджеры и тому подобное. Вот самые популярные китайские соцсети. WeChat или же Weisin. Я бы сказала, что это самая популярная и самая известная китайская соцсеть. Целая экосистема. Не выходя из одного приложения, вы можете совершить кучу действий. Например, запостить фотку, рассказать, как прошел ваш день, оплатить проезд на метро, заказать билеты на поезд, заказать доставку еды на дом, проверить погоду. Можете даже посмотреть, сколько сейчас людей в том месте, в которое вы собираетесь пойти. Мне кажется, это мега круто. И так далее. Еще одно популярное китайское приложение это Weibo. Я бы сказала, что это аналог нашего твиттера. То есть в Weibo вы можете выкладывать мини-посты, рассказывать, как прошел ваш день и так далее. И еще одно классное китайское приложение это QQ. QQ это мессенджер, в который вы можете обмениваться мгновенными сообщениями, как в нашем WhatsApp. Давайте заодно разберемся, как же правильно произносится название китайских мобильных телефонов. Это Huawei, Xiaomi. Xiaomi, пожалуйста, никаких Xiaomi и Xiaomi, только Xiaomi. Кстати, и Huawei, и Xiaomi славятся своими разработками в сфере интернета вещей. Если вам интересно ознакомиться с таким понятием, как интернет вещей, и узнать, где можно обучиться этой специальности, то внизу я оставлю ссылочку на видео, можете посмотреть и узнать поподробнее. Ребят, если у вас есть какие-нибудь классные приложения, в которые можно позалипать, обязательно поделитесь ими со мной, чтобы я тоже могла скачать их себе. Ну что, мне сегодня было очень приятно с вами поболтать, надеюсь, вам тоже понравилась эта тема. Обязательно пишите свои отзывы, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал. Пока!